привет воли саранхули давно не виделись опять ну я надеюсь что я разобралась со всеми своими проблемами и не только делами вот я думаю вы все отдохнули съездили на дачу может даже кто-то успел съездить на море отдохнуть делитесь в комментариях обязательно вот сегодня я поделюсь с вами новостями то что будет в будущем возможным на канале вы увидите также расскажу сегодня про потоп в сиуле потому что было очень много комментариев вопросов по поводу того что затопило нас не затопило плаваем мы тут не плаваем вообще что произошло также расскажу по поводу масок потому что скорее всего будут вопрос почему я до сих пор в маске у нас же вроде бы как отменили масочный режим но я все равно с маской мол потому что тут один мужчинка или женщинка не помню кто написали а что вы там прячете у себя под маской конечно же прячь 2 подбородок ладно об этом всем сейчас все расскажу поехали итак по поводу того что где я вообще пропадаю что у меня там за дела такие вообще что происходит дело в том что нас наверное с мужем заел быт мы ругаемся блин это нормально для любой семьи да поэтому просто получалось так что когда я хочу снять видео у нас происходит с ним какой-то скандал дома вот так вот на всю скажем так на весь мир язык об этом конечно ссоры из-за сбы выносить не будем то есть я не буду рассказывать по какому поводу мы ругаемся но факт того что ругаемся на бытовом уровне это факт и очень сильно ну потому что мы скажем так до сих пор в заперти муж работает из дома тем более он сейчас выбрал основательно что как как бы у них было послабление по поводу короны но их компания сказала о том что мол если вы хотите работать из дома то пожалуйста работайте мы типа не против и вот и он выбрал то что он будет работать из дома они будут ездить в офис потому что мы живем в новом районе здесь у нас кроме одного автобуса не ходит больше никакой автобус и чтобы доехать до станции метро выходит где-то полчаса причем на машине этот промежуток можно за их проехать 10 минут но на автобусе он просто по всему вот району курсирует и только потом выезжает к станции метро в общем неудобно у нас своей машины нет ему добираться на работу приходится полтора часа хотя мы переехали намного ближе сейчас находимся к его офису все равно все равно получается очень долго вот поэтому он выбрал работу из дома но естественно мы продолжаем сидеть дома я немножко депрессую по поводу того что происходит с ютубом мне вообще совсем в мире дело в том что мне нужно получить кое-какие документы из беларуси но я их получить не могу дело в том что отмена не только посылок и туда-обратный в россию в корею а также и в беларусь то есть беларусь тоже попала под вот это вот все поэтому мне чтобы получить там те же документы то есть я уже не говорю про какие-то ништяки посылки да я говорю конкретно про документы мне нужно делать там какие-то супер операции вот ну такое себе короче головная боль ужасная у нас тут произошел потоп я так понимаю что в странах снг очень сильно бустили этот момент о том что мы тут в сеуле чуть ли не все плаваем на самом деле да подтопило много где много кого но больше всего досталось самому богатому району каннаму вот и там проблема произошла такая очень даже неожиданно неожиданная вот правда неожиданная дело в том что там не прочистили ливневку то есть канализацию вот этих вот сточных вод которые должны были по канализации уйти они не ушли а более того там все это по закупоривалась и вода наоборот хлынула вверх из этих ливневок из канализационных люков и буквально там за считанные минуты просто воды накатило такое большое количество что там даже автобусы просто затопило то есть они ехали ехали и их просто в какой-то момент окутала вода я думаю все кадры эти видели я их вставлять не буду потому что нет смысла уже эту форс или эту тему наверно неделю или две вот я единственное могу сказать что то касается конкретно меня до моей семьи то мы живем на пригорке таком скажем у нас здесь вообще даже по щиколотку типа воды не было да то есть у нас все хорошо вот ханган да то есть это главная река в сеуле она вышла из берегов как это было по моему в 2020 я ходила снимать видео как топит обычно парк парк вот этот вот при реке если кто-то не видел вот тут ссылку оставлю посмотрите было все то же самое в этом году вот единственное что до пострадал к нам и умерли люди это очень печально потому что умерли в первую очередь люди которые просто стали заложниками ситуации особенно те у кого квартиры находятся в на цокольных этажах что то что такое цокольные этажа это пол подвальные такие помещения в корее из-за того что каждый клочок земли пытаются как-то благородить и сделать его живым то есть в корее таком как понятие как подвал вообще нет они из подвалов тоже делают жилые помещения просто аренда намного дешевле в таких помещениях обычно там живут либо малые имущие семьи либо какие-то студенты ну такое вот знаете то есть те кто не могут позволить себе хорошее добротное жилье дорогое так вот именно такие люди столкнулись больше всего с проблемой вплоть до того что уже на государственном уровне вынесли под закон скорее всего что под запрет вот этого вот жилья что мол типа больше такое жилье не будет полуподвального жилья не знаю как далеко это пройдет потому что корейцы не хотят те кто продают вот занимаются арендой квартир да они больше всего имеют денег и больше всего имеет власти в здесь в корее поэтому я думаю что они выйдут скорее всего с пикетами не дадут просто продвинуть этот закон на том чтобы эти подвалы позакрывали то есть на как жилье в общем будем смотреть наблюдать за ситуацией дальше почему вообще произошла такая ситуация потому что это все-таки корея здесь все для людей и вот такое вот ливневки забитая в смысле вот обычно здесь все все чистят постоянно тут бабушки какие-то ходят какие-то дворники то есть ну сами знаете смотрели не только мои влоги но и других ребят из кореи кто показывал здесь все чистенько аккуратненько как кудаш вот это тем более в одном из самых дорогих районов да сейчас объясню к раз в год сеульская там мэрия выделяет определенное количество денег на благоустройство города более того они выделяют такие деньги как на ремонт дороги той которые в принципе там нет ни ям ничего они все равно сбивают асфальт и закатывают его заново то есть до такой степени что же касается канама то там типа никогда не было проблем не было каких-то таких крупных дождей видимо и в этот раз деньги решили не выделять на очистку вот этих канализаций и знаете как получилось в этом году не выделили деньги на очистку этих канализации ливневок и их и тут произошел огромный такой вот просто за пару часов очень много воды просто небо стекло понимаете и все были в шоке то есть вот такая вот просто ситуация и даже не надо ситуации конечно катастрофа вот проще наверное лучше назвать это катастрофой вот по поводу того что к нам вообще топит действительно были моменты и потому что там были еще какие-то машины для откачки воды вот на канаме находится большое количество элитных школ вот для учеников которые там собираются поступать в какие-нибудь супер крутые университеты которые учатся там 24 на 7 да вот эти вот прям они там частные школы да например и значит матери таких вот учеников подняли какой-то там бунт скажем так до вот этого происшествия том что вот эти откачивающие машины воду нужно убрать эти механизмы потому что они шумят и мешают детям учиться это произошло до того как все это пошло под затопление в итоге они добились своего и вот эти машины для откачки воды их поубирали то есть вот убрали эти машины не выделили деньги на очистку этих канализаций и вот имеем что имеем конечно трагедия трагедия прям а дальше про хорошие новости и про хорошие новости наконец-то разобралась со своими зубами это про меня конкретно да ну скажем так уже нет проблем со здоровьем то есть можно более смело скажем так уже и кофе пить и спортом заниматься единственное что у меня предстоит еще одна операция на сверху на зуб но скажем так там уже я надеюсь я выдержу я кремень и сильная вот про стоматологию кстати я записала уже видеоролик не очень хороший наверное скорее всего что некоторые будут возмущаться что я опять хаю корею но блин ребят вы должны это знать потому что особенно те кто собираются сюда в корею на том какая здесь вообще в принципе стоматологии я вот не очень хорошая поэтому этот ролик я оставлю на бусте почему потому что они все готовы слушать такие скажем такую правду вот поэтому милости прошу кто еще не подписался дальше ко мне девчули приедут сегодня я ходила на почту отправляла опять же черт знает через какими путями отправляла сейчас документы на визу своей подруги из беларуси светка приедет ко мне в октябре и приедет зина зину вы уже знаете вы ее видели по моим первым видео кто у меня старожилы моего канала зиной уже знакомы вот мы с ней в 2019 году объехали всю корею тут ко мне бабушка присела напряглась 2019 году мы зиной про объехали всю корею если кто-то еще до сих пор не видел эти влоги обязательно посмотрите потому что это весело это классно это интересно во вторых я вас там знакомлю именно скорее как она есть там очень много взаимодействия с корейцами вот поэтому вас ждет что-то похожее скоро в будущем так что ждите не кидайте меня я знаю что я сейчас ленивая жопка выпускаю очень медленно видео но я надеюсь что это все я выйду наконец-то на режим буду снимать видосики чаще кстати напишите в комментариях чтобы хотели посмотреть но и когда я повторюсь сразу для тех кто сейчас начнет писать про болталки болталки у меня ушли на бусте и к сожалению ну так мне проще вот там проще говорить то есть более открыто в отличие от открытой площадке о как завуалировала но вы меня поняли так по поводу короны и масок на лице сейчас как вы уже заметили у меня маска на лице повторяю уже наверно третий раз об этом что и почему же у меня маска на лице дело в том что маски действительно на улице слава богу аллилуйя в этом году разрешено не носить единственное что маски можно не можно а скорее всего придется напяливать в том месте на улице где большое скопление людей либо вы в толпе какой-то стоите либо в очереди то есть на вас будут действительно кос смотреть все будут сидеть в этих масках и вам хочешь не хочешь придется одеть эту маску вот маску нужно надевать только в том случае если вы заходите в кафе в ресторан в магазин в автобус в метро до в любое здание какой-то вы заходит даже в подъезд и более того что я выношу мусор ребята я одеваю маску вот именно для подъезда то есть вот пока я буду спускаться в лифте я вот в маске я выхожу из лифта выхожу из подъезда я маску снимаю выношу мусор возвращаюсь обратно захожу в подъезд и маску обратно напяли куда квартиры ужасно неудобно согласна что это какой-то кошмар но приходится такие правила более того когда ты живешь в жилом комплексе про жилой комплекс кстати думаю наверное вам нужно будет ролик тоже записать такой разговорный на бусте опять же я занимаюсь саморекламой кто сейчас опять напишет что я хорошая попытка завлечь на платный сервис ребят любите вы конечно ну ладно я сделаю вид что я не вижу плохие комментарии вот так вот с этими масками вот именно такая проблема и чтобы вообще по-хорошему их там на веревочках таких носят знаете как очки бабушки носят на таких специальных блин как же это называется цепочках пусть будет до забыла как правильно называется эта цепочка вот корейцы носят таким на таких цепочках маски а я думаю что это и до вас уже дошло в много где точно также носят маски мне не прикольно потому что маска таким образом соприкасается с одеждой и она более грязная становится что ли не знаю мне проще его так вот на подбородок стянул и нормально потом уже заходишь в автобус раз вверх поднял хотя тоже свои прелести все равно вот так там день про проходишь в маске я хоть даже если стараюсь их менять все равно из-за того что трешь туда-сюда вот эту маску на лице все равно потом все высыпает пользуешься не пользуешься там какими-то кремами там для того чтобы тебя меньше высыпало там чистишь кожу умываешься после улицы все равно один черт эта маска это сразу все прыщами покрывается беда конечно ну вот как-то так но коронное правило действительно ослабили в плане того что вы сюда можете теперь ехать без проблем здесь нет сейчас карантина то есть если вы собрались ехать в корею карантин уже давно отменили единственное что по прилету вам в течение трех дней нужно будет сделать пцр вот пцр платный 100 долларов где-то примерно стоит но вам его нужно будет обязательно сделать вот если по прилету сделав пцр у вас будет корона вас посадят на всем на семидневный карантин за свой счет и тут смотрите очень рискованно потому что за свой счет это понятно что это будет очень дорого поэтому либо страхуйтесь я узнаю что у меня зина сейчас оформляет страховку на то что если она заболеет в поездке короной вот есть такая страховка в россии точно вот как в других странах не знаю вот но просто имейте ввиду что пока будете лететь например в ту же корею полностью там я не знаю спиртом обливайтесь себя обливаете внутрь прийти но чтоб не дай бог это зараза к вам не прицепилась вот пока будете лететь в корею чтобы вот эти за это время из ничего не произошло никаких проблем то потом конечно будет больно вашему кошельку вот ну что наверное все но со всеми новостями я вас познакомила вот следующий видос мы с вами пойдем куда гулять по магазинам прикиньте что я придумала давно мы с вами не ходили по магазинам я думаю вам стоит показать потому что с последними новостями у нас в корее тут и мука подорожала и фрукты и овощи подорожали короче подняли сцену посмотрим насколько и все подорожало думаю вам будет интересно полазить со мной по продуктовому если нет предлагать если не хотите в магазин предлагайте свои варианты сходим куда-нибудь другое место ну все а теперь я с вами прощаюсь пока пока и до следующего видео